Любовь к голубям у Сергея Прокофьева возникла, когда ему было лет шесть. Птиц держал сосед. И хотя жили они в частном доме, родители мальчика завести пернатых отказались. А когда Сергей вырос, купил свой дом и завел голубятню. Вот я занимаюсь больше полувека ими, да? И я знаю еще не все. Информацию черпать, в общем, это довольно-таки сложно, правда? Ну и интересно. Потому что если распыляться, это сюда, туда, сюда, на мой взгляд, ничего не достигнет. С любимыми не расставайтесь. Сергей Прокофьев придерживается этого убеждения. Поэтому даже когда служил в армии, уговорил руководство разрешить ему завести голубятню. Я там поговорил с начальником штаба, он говорит, ну заведи. А потом, когда я завел, все там благоустроил, они детей своих привозили ко мне посмотреть голубей. Сколько сейчас в коллекции голубей, Сергей и сам не знает. Предполагает, что не менее 250. И хотя все они с виду разные, белые, сизые, с красными, коричневыми и черными крыльями, это одна порода Николаевская. Еще в советские годы Сергей привозил птиц из Одессы. С тех пор, каких только видов голубей у него не было. Но Николаевская так и осталась любимой породой. У меня были гривуны пермские. То есть я видел весь Урал, объехал за этими пермскими гривунами. Но предпочтение я всю жизнь отдавал этой породе, Николаевской породе голубей. На мой взгляд, это самое лучшее, что выведено в летном голубеводстве. В них сочетается все. Они, на мой взгляд, ближе всех к совершенству. То есть вы, когда смотрите на голубей, у вас просыпается паред? Ну, он не умирает. Сергей старается, чтобы птицы получали сбалансированную пищу. Использует около 13 видов круп. Таких, как горох, кукуруза, сорга, пшеница. За день питомцы съедают ведро злаковых. Недешевое хобби, вздыхает заводчик. Но кто считает деньги, когда речь идет о любви? На свадьбах молодожены часто выпускают голубей, потому что голубь – это символ любви. Говорят, что с голубем, как и в любви. Выпусти его, и если он к тебе вернется, значит, он тебе действительно принадлежал. О, не улетает. Отпускаем? Сейчас держать голубей немодно, вздыхает Сергей. Знакомых заводчиков по пальцам можно пересчитать. И все они люди среднего возраста. Молодежь предпочитает гаджеты, не понимая, какое это счастье, когда в твоих руках бьется живое сердце. Виктория Шарой, Николай Епифанов, События.